Ихтиофауну одного из крупнейших казахстанских озер Зайсана восстанавливают на востоке страны. В естественные условия выпускают почти 400 тысяч мальков карпа и белого амура. А воды Иртыша спустя 50 лет возвращают осетры. Ихтиологи региона намерены восстановить товарное воспроизводство рыбы и в перспективе обеспечить промысловиков из прибрежных сел стабильным заработком. Темпы возрождения казахстанского рыбоводства оценил наш коллега Вячеслав Витлугин. 42 тысячи тонн товарной рыбы в этом году собираются вырастить в Казахстане. Такие задачи ставят перед собой казахстанские рыбоводы. А еще в 2020 объемы производства в отрасли были втрое ниже. Рыбные фермы страны поднимают благодаря господдержке. Бизнесменам возмещают до 30% затрат на корма и половину стоимости посадочного материала. Проще говоря, искусственно выращенных мальков. В итоге крупнейшие водоемы страны в прямом смысле оживают. В озеро Зайсан сегодня выпускают свыше 350 тысяч мальков карпа и белого амура. Рыбе будет где разгуляться и вырастить молоть. Зайсан занимает почти 2000 квадратных километров площади. На побережьях важно возрождать промысловые хозяйства, уверен заместитель руководителя Зайсан-Яртырской межобластной бассейновой инспекции Фархад Байбазаров. Сегодня стараемся улучшить производительность рыбоводства. Только в Восточно-Казахстанской области за один год планируем вырастить свыше 10 тысяч тонн рыбы. К лучшему меняют ихтиофауну и крупнейшего в стране бухтарминского водохранилища. В нерестовом хозяйстве Сымбата Ануарбекова за 6 лет сделали почти невозможное. Из руин подняли цеха и наладили воспроизводство щуки, карпа, раков и даже белого амура. Сегодня мы выращиваем больше 5 миллионов мальков. Масштабы рыбного производства скоро поднимем еще как минимум вдвое. Вы увидите, как преобразится некогда самое промысловое озеро Зайсан. Рыбаки Зайсана тоже ждут перемен. До середины 90-х годов здесь формировались династии промысловиков. Зайсанская рыба была брендом региона и всей страны. Житель Тугыла Утибай Рустемов верит в возрождение отрасли. Сейчас важно, чтобы мальки размножались. Важно сохранить растущую популяцию. Тем более наши реки и озера являются очень благоприятной средой обитания различных пород рыбы. Для развития казахстанской аквакультуры есть все предпосылки в республике 48 тысяч больших и малых озер. На их зарыбление нерестовые хозяйства страны только в 2023 году получили полмиллиарда тенге государственных субсидий. Вячеслав Витлугин и Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область. 24КЗ.